Всем привет и здравствуйте! Сегодня у нас Enhypen с композицией Sweet Venom. Ну, Sweet Venom, Sweet Venom, короче, сладкий яд, сладкая отрава. Видео, вижу, тяготеет к квадратности. Все ссылки на экране, и мы с вами начинаем. Когда с первых секунд понимаешь, что песня понравится. Естественно, из-за такого плотного баса. Кстати, там пачка лейс, это интеграция. Не знаю. Я про другое. Звучание баса, кроме того, что он такой насыщенный, его много. Оно еще, опять же, не настолько большое, чтобы перекрывать с собой все. Не мешает барабанам. И вокал, само собой, разумеется. И главное, что живой бас. Прямо слышны щелчки, медиаторы и прочее. Обожаю живые инструменты. Шикарно звучат голоса. Вообще, сам клип еще очень стильный. Очень стильный и интересное место для съемок. Но, скорее всего, это, возможно, на киностудии каком-то снимали. Честно говоря, я тут не про видео, по большей части говорю, а про музыку и вокал. Так вот. Похоже, история в очередной раз закольцевалась. Ну, фанковые гитары, вот этот бас а-ля поп-музыки 70-х, 80-х. Это все теперь плотно вошло в обиход. Ну, грубо говоря, как и хипстерские стрижки разные. Раньше были с вобреванием висков и прочего из 50-х где-то годов. Так что, в принципе, история цикличная. Но став ли от этого хуже музыка? Да нет. Это звучит как хорошее переосмысление классики. Именно по звучанию. Мне очень нравится, как проведена работа с вокалом. Потому что очень-очень красивый ревер. У него такой хвост яркий, медленно затухающий. То есть он долго еще висит. Но при этом, опять же, пространство каждого инструмента я могу примерно просчитать и понять, где что находится. То есть трек в меру плотный, в меру широкий. То есть нет каких-то там излишних уж совсем. Там АСМРных каких-то вещей с пением в лицо. Но все, что нужно близко, все, что нужно не близко. И, конечно же, здесь только слепой не заметит, как же все похоже на образы Майкла Джекса, на его сценические костюмы и хореографию тоже. И это прекрасно, потому что данный артист оказал влияние на всю поп-музыку, на кей-поп в частности. И многие артисты об этом рассказывали. То есть как на них повлияли его танцы, его пение и так далее. И, возможно, когда-нибудь на канале им по ревьюсам, в основном, на который тоже рекомендую подписаться сразу вот так вот между делом. Там у нас выходят биографические ролики. Возможно, когда-нибудь Майкла Джексона соединим с кей-поп. И вот в ключе, как он повлиял на кей-поп. Но пока вернемся к группе N-Happy. Субтитры сделал DimaTorzok Venom Venom Субтитры сделал DimaTorzok Это как отговорка звучит. Прекрасная. Прекрасная. Я называю это как-то современный винтаж. Классика переосмысленная. То есть вот этот чёстный гитара с приглушкой местами. Жирный, плотный бас, немного щелкающий. Достаточно яркие барабаны, перкуссия, синтезаторы такие, знаете, немножко округлые, без этого такого ядовитого верха, как у современной музыки. Некоторый, опять же, прекрасный воздушный вокал, который прямо идеально ложится на всё это. То есть достаточно, опять же, высокая тесситура. При этом не так уж и плотно по низу вокал спет. То есть, ну такая достаточно вот высокая позиция. И за счёт этого всё сочетается. То есть никто никому не мешает. Я говорю этой песне, добро пожаловать в плейлист МПНИЖДЕ, подчёркиваю, плейлист на Спотифай. Кроме того, список бустеров. Благодарю вас, товарищи, товарищи, друзья и друзья, с YouTube-спонсоры, донатеры. Всем огромное спасибо, низкий поклон, настолько низкий, насколько могу, немного шея побаливает. Но, тем не менее, большое ещё раз спасибо. Благодарю вам, все эти ролики выходят, продолжают и будут выходить. Что у нас есть ещё? Бусти. Ранний доступ. Дополнительный контент и многое другое ждёт вас там проходить. Смотрите, изучайте, кому интересно. Там голосование за новый марафон скоро пойдёт. Хотя ещё идёт текущий, но Сане нужно готовить с лета, поэтому марафон нужно делать заранее. Так что такие дела. Далее. Канал МПРевьюз, про который я говорил. Там новости, биографии и прочее. МП, энтертеймент, музыка и так далее. И телеграм-канал Хаплокация. Там мы тоже беседуем. Делимся хорошей музыкой и так далее. Так что с вами, как обычно, был Максим. Я не говорю проща, я говорю до новых встреч. Пока.